За сутки в Киеве при столкновениях погибло около трех десятков человек, в том числе один журналист. В печальную статистику попало и двое жителей нашей области, в том числе один боец Беркута. Всего, по официальной информации МВД, погибло 10 правоохранителей. Напряженная политическая ситуация стала главной темой и для Запорожского региона. Депутаты всех уровней собрались на внеочередные сессии, чтобы выразить поддержку президенту и высказать свою оценку событий в официальном обращении. За полчаса до начала сессии перед зданием Запорожского облсовета собрался митинг. Представители разных районов города пришли, чтобы поддержать провластную партию и намерение местных депутатов обратиться к президенту с требованием навести в стране порядок. В самом облсовете гимном Украины открыли 32-ю внеочередную сессию. На ней отказались присутствовать депутаты от Батьковщины. Для тех, кто пришел, транслируют видеообращение президента, выложенное на его официальном сайте утром 19 февраля. Память погибших в Запорожском облсовете почтили минутой молчания. События не только в Киеве, но и по всей стране стали единственным вопросом на повестке дня внеочередной сессии. На экране продемонстрировали видео беспорядков в центре столицы и призвали запорожцев к миру. Уверен, у запорожцев хватит благоразумия не ехать на Майдан и не обострять противостояние. В самой Запорожской области, пообещал губернатор, стычек не допустят. По словам Александра Пиклушенко, сейчас обстановка нормальная и оснований для введения чрезвычайных мер и комендантского часа, как предлагали общественники, нет. Я вам гарантирую, что жизнедеятельность Запорожской области находится в хорошем и отличном состоянии. Но я хочу предупредить все горячие головы, кому захочется изменить эту ситуацию к худшему, могу сказать только украинскую мову. Краще бы вы всего не рубили. Своё мнение по поводу урегулирования ситуации в Киеве выражают в обращении к президенту. Во время обсуждения текста резолюции прозвучало предложение ввести в Украине чрезвычайное положение, которое уже поддержал ряд областей, в том числе Донецкая, Луганская и Крым. Но в Запорожье такое решение не приняли. Окончательный текст обращения к президенту, поддержанный большинством, зачитывает депутат регионал Игорь Грозовский. «Звертаемося до вас, как до гаранта Конституции Украины, із закликом вжити всіх можливих політичних та правових заходів для стабілізації ситуации в державе. Запорожцы вимагают решительных действий компетентных правоохранных органов, щодо наведения конституционного порядка в Украине».